есть опана есть сидит начали облавливать свал и буквально на втором забросе это щука щука это щука сопротивляется как судак окунь наверное отрыгнула вот такую вот рыбку они иногда не ждут нас и сами от нас уплывают ну и скатерки дороги здравствуйте дорогие друзья на календаре середина октября а это значит что спиннинговый сезон в самом разгаре и вот мы с игорь владимировичем снова на базе васильсурская слобода да валерий юрьевич мы приехали вчера вечером поставили лодку к пирсу поставили наши аккумуляторы на зарядку вот я очень надеюсь что они зарядились я даже в этом не сомневаюсь хватит нам емкости на полноценный осенний день до осеннюю рыбалку но вот игорь владимирович мне очень нравится это не секрет ездить вот в эти края ловить рыбу а сегодняшний цель нашей рыбалки это джиговые ловли хищника осеннего волжского хищника нравится не просто потому что нравится а потому что очень обширная акватория она разнообразная и каждый спиннингист здесь может для себя найти очень много интересных мест а каждый спиннингист может удовлетворить свои амбиции в плане способов ловли согласен со мной нет согласен валер помимо вероятности возможности поимки трофея в это время вот здесь есть возможность практически при любом ветре спрятаться от непогоды от непогоды до акватории этого позволить мы находимся на так называемой стрелки да где есть множество проток и заливов сура впадает здесь в волгу недалеко и любое направление ветра когда он действительно сильный да да мы можем выбрать сориентироваться куда пойти и спрятаться и найти для себя что называется комфортные условия для спиннинговой ловли валер я думаю что впереди нас ждут крупные щуки и толстые судаки давай завтракать большие дела давай с тобой по завтраке едим свой завтрак и поедем на рыбалку все верно ну а какая будет эта рыбалка друзья вы все скоро увидите сами есть слабенькая такая поклевка был не короба не крупная щучка ну давай да еще уж такую там и или подсадчик возьмем ну уж раз взял пацан давай ух ты таких маленьких ты здесь не помню чтобы были ну спочином тебя спасибо игорь владимирович да друзья сегодняшняя наша цель сегодняшняя наша рыбалка с игорь владимировичем целиком и полностью будет посвящена ловля рыбы на поролоновые рыбки извините за тавтологию вот сейчас вот мы приехали на точку это чебоксарское водохранилище это самое сердце чебоксарского водохранилища приехали на точку точку очень интересная с начали облавливать свал и буквально на втором забросе нашу поролоновую рыбку атаковал вот эта небольшая щучка но игорь владимирович надо наверно здесь сказать что цель то нашей экспедиции сегодняшней не просто ловля на поролоновые рыбки а ловля на относительно новые поролоновые рыбки а именно те которые оснащены крючочек овсетным одинарным овсетным крючком то есть поролоновая рыбка сделана в форме в виде самой настоящей не зацепляйки помните как мы оснащаем силиконовые приманки овсетником вот здесь все то же самое вообще скажу честно у меня к вот такому оснащению раньше было какое-то непредвзятое отношение мне казалось что у нее засекаемость не настолько эффективно как у двойника но вот пойманная рыба с первой поклевки со второго заброса начинает потихонечку развеивать вот эти мои сомнения а как будет засекаемость у овсетника у поролоновой рыбки на овсетнике я думаю сегодняшний фильм нам это покажет до игорь владеевич кэш валер главное это начало за отпускаем рыбу и продолжаем ловлю она настолько шустрая просто коряшки прошел опана есть сидит через корягу перевалил да точно поймал как сказал но не крупные вот я не знаю что это пока ну как же что это это она родимая лекс пролониум мотайгер ах ты щучка уже была у кого-то на крючках губа порвана ничего с почином вас гляб георгиевич и горыч и гляб георгиевич такая поролон очка на сетнике нам помогла преодолеть все эти коряшки препятствия мы стоим на глубине около семи метров и вот очень миличок миличок вокруг глубина такой небольшой пупочек он весь сильный закоряшенный причем мы только встали на эту точку первые провода чеса принесла нам щуку давай писать и шки 8 да она в мягкие ткани попал не как нет вынул все равно все сейчас мы ее отпустим и будем продолжать ловлю ну и еще я очень надеюсь что это была самая маленькая щучка по-другому ее не назовешь из всех последующих которые нам впадутся опять коряшка вот здесь их побольше леветь я кину чем там где правее есть в корягу корягу нырнула сейчас друзья была поклевка а постольку поскольку мы ловим в таком крепком коряжнике щука сразу прям нырнула метр я ее протянул и она тут же пинг в коряге и вот стоит и не могу понять там она или нет хотя вот сейчас что-то пошло вот она уходит судя по всему рыба там да потому что я смотрю на лодку лодка стоит на месте нас не мотает так сильно сейчас подождем может быть уйдет выйдет сама так бывает иногда и в таких случаях бывает обидно что мы теряем часто теряем и рыбу и приманку в данном случае уловистую поролоновую рыбку что подойдем мы решили сейчас спасти что-нибудь в идеале конечно это бы вытащить и рыбку и приманку но сейчас посмотрим для этого мы сейчас подойдем вместо зацепа с обратной стороны и попытаемся вытащить вот этот вот зацеп наш в обратном направлении и игр хорош 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 левее левее хорошо отлично прямо все в данном случае мы с вами спасли только приманку вот наш поводок как поросящий хвостик весь загнут и поролоновая рыбка стянули с одинарного крючка и вот здесь игорь на это надо сказать пару слов о конструкции этой поролоновой рыбки как ты считаешь игорь ну вот валер смотри да с поролоновыми рыбками лекс на сетном крючке было достаточно много экспериментов что хочется сказать у них была слабой после поклевок коряк до этого мне кажется жизнь мне кажется у всех поролоновых рыбок у всех с очень есть такой тонкий момент и один нюанс да не вот эта вклейка на все этом крючке она очень часто слетала сама поролоновый рыбка с крючка да да потому что сам крючок площадь вклеивания очень очень маленький да вот здесь сейчас используется конструкции так называем штыречек пластиковый штыречек до который позволил нам увеличить площадь вклейки с одной стороны и с другой стороны он сделал этот оффсетный крючок взаимозаменяемый вот здесь валеры стоят достаточно мощные подобранные оффсетные крючки в mc достаточно известные фирмы на мой взгляд они надежные но если кого-то по каким-то причинам они не устраивают можно вполне спокойно поменять снять поролоновую рыбку да и поменять и все это поменять а давай знаешь как сделаем раз мы с тобой об этом разговариваем сейчас давай вот я возьму поролоновую рыбку ну давай при покажем на примере да как это делается вот вот банально вот пластиковый штырь вклеечек у нас идет где-то вот досюда да вот и мы возьмем сейчас вот он спокойненько у нас снимается до относительно спокойно снимается понятно это все понятно и чем этот монтаж имеет преимущество перед другими поролоновыми рыбками тем что допустим если наша приманочка с вами соскальзывает с крючка то мы можем одним движением руки и и поставить на место это раз и как ты уже сказал вот вот этот пластиковая вклеечка в поролонку она ее держит значительно крепче чем вот тот тот монтаж который применялся раньше когда поролоновая рыбка приклеилась непосредственно к крючку вот это вот мелочь друзья она настолько эффективно и теперь поролоновая рыбка на все этом крючке выдерживает неоднократную поклевку щучу поклевку там или судачу поклевку что еще хотелось бы дополнить вот на мой субъективный взгляд без всякой претензии на истину хочу сказать что все таки да в сильном коряжнике мне есть стойкие ощущения что поролон проходит значительно лучше и засекаемость рыбы лучше чем что лучше чем двойник даже прижатый к телу то есть овсетный крючок и засекаемость рыбы в любом случае двойник мы какой бы длины он не был он лимитирован толщиной скажем так поролоновой рыбки а вот и лимитирована здесь подзев во все это намного больше глубже поэтому засекаемость не имеется ввиду во время поклевки рыбка проваливается и крючок оголяется и засекается в двойнике с при оснащении двойным крючком рыбе надо промять саму приманку потому что она не проваливается на двойных крючках они не дают ей проваливаться как игорь рассказал лимитировано же глубина толщиной до глубинации здесь же рыбка проваливается и крючок очень серьезно оголяется вот таким образом но вот эти мелочи на которые мы обратили внимание и делают преимущество данной поролоновой рыбки от аналогичных поролоновых рыбок но с другим монтажом или с другой в клейке тут а папа есть ну вроде нормально это побольше да побольше ты как просил чтоб там была самой маленькой это побольше явно ну килограмм чека на 3 есть я бы вроде я бы не сказал да сейчас здесь дело в том что джек это него блин здесь можно тяпнуть и рукой и и ох и опять смотри сколько пиявочек на не держи играть видно что щука неактивные вот здесь вот они пиявочки пиявки она стоит вся около коряг наш поролон помогает очень неплохо проходить по корягам ну и опять таки же подчеркиваю давай что засекаемости у данного поролона из-за более глубокого цевья зона подзева нету никаких проблем и и опять же вот произошла поклевка щуки и поролонка выдержала вот в эту в клейку то есть она не испортилась ей можно продолжать ловить рыбу ну будем отпускать вот такая красавица у нас ну давай пускаем тебя веди бабушку нам пошла спасибо ли есть не спеши вот интересно что это валер это щука щука это щука сопротивляется как судак окунь наверное это щука это щука игорь ладежь не суетись дорогой она не захотела продажи я понимаю адреналину но не суетись сейчас я подведу встань вот сюда сейчас я подведу я провалился отвалилась прямо внутри вот так и приманочку сейчас попробую ну вот друзья мы давно охотились за пятерочкой я думаю что здесь пятерочка то есть наверно как считаешь игорь владимир примерно да ну или около того ну и вот поролоновая рыбка без проблем выдержала поклевку вот такой вот примерно 5 килограммовый красавица как мы вам говорили она не пришла в негодность на нее можно продолжать ловить фиксация очень хорошо держит саму конструкцию пролоновой рыбки на все там крючке и вот наша красавица с нами в лодке ну нет пятерочки там нету ну килограмм 4 может быть есть друзья массовой эмоций давно не был поклевок четкий удар подсечка вываживание спасибо игорь владимировичу профессиональное подсачивание рыба в лодке несколько фото на память но все все удовольствие осталось еще одно давайте эту красавицу отпустим они иногда не ждут нас и сами от нас уплывают ну и скатерки даром туда лично конечно что-то не очень крупные суда когда на нашу поролонку позарился судак вот такой вот вот такой вот судак судачок не очень крупный но ну что ли я думаю что надо выпустить такого красавца однозначно да тоже уфа они даже все у нас сегодня стараются упрыгнуть и самостоятельно ну рыбалка собиратель у нас получается также перемещаемся с точки на точку огромное количество перемещений у нас вот с каких-то какие-то точки приносит там результаты какие-то точки просто молчат будем продолжать дальше есть по ходу судак я не понял честно нет чучка чучка или да я возьму она не очень крупная ух ты как запил фрикцион все-таки вот это вот осенние щука она находится на пике своей активности и она так активно сопротивляется вот здесь какая-то может быть двушка да да и и приманки приманка вылетела да спасибо родной ну у нас с вами друзья очередная щука на поролоновую рыбку и вот посмотрите в очередной раз мы сейчас подсадчиком не пользовались а взяли ее липгриппом и вот на рыбе один прям сплошные пьер вот вот то есть рыба настолько неактивная и вот там вот на лодке стоят наши друзья они сказали что они поймали какую-то рыбу сегодня и отпустили и и вот здесь вот у рыбы рано возможно что это рано от их их крючков ну и мы с вами и сейчас опять отпустим и вот она отрыгивает пищевую свою кормовую рыбу сейчас я вам покажу друзья тихо 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 и и вот этого обеда переваренного ну давайте будем отпускать то есть что я хотел сказать показываю вам на спине этой рыбы одни пиявки рыба стоит но при каких-то определенных условиях вот ее можно поймать все таки давайте отпускаем давай подойдешь тут опа идет на меня есть выходы тут а есть есть хорошая есть храм из подлога хороший есть стой игорь стой правило с первого заброса поджигаева доказала а 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 я не поймал а а а а а Продолжение следует...